Как пишутся детские книги? Кажется, какой-то странный вопрос. Специалисты, как правило, пасуют и не могут сказать внятно, из каких структурных элементов состоит детская литература. Но на самом деле не все так просто. Ваше детское произведение станет четким, ярким и, самое главное, запоминающимся. Всем бодрого дня! Сегодня я предлагаю поговорить о том, как пишутся детские книги. Кажется, какой-то странный вопрос. Ну, наверное, детские книги пишут приблизительно так же, как и книги для взрослых. Есть некая тайна творчества. И талантливые писатели пишут хорошо, а неталантливые пишут плохо. Конечно же, талантливых писателей всегда меньше. И талантливых книг для детей всегда меньше. Но на самом деле не все так просто. Вот давайте рассмотрим несколько примеров для того, чтобы в этом убедиться. Для примера номер один я выбрал два текста всем известного детского поэта Бориса Захадера. Я их вам сейчас прочитаю. Они очень короткие. И предлагаю довериться своим ощущениям. Спросите себя, какой из двух текстов резонирует, отзывается у вас в душе больше. Итак, первый текст, он всем известен. Называется он «Кискина горе». Плачет киска в коридоре. У нее большое горе. Злые люди бедной киски не дают украсть сосиски. Это текст номер один. А вот другой текст, он называется «Дождик». Я взял его из той же самой книжки Бориса Захадера, где было напечатано «Кискина горе». Итак, «Дождик песенку поет. Кап-кап. Только кто ее поймет? Кап-кап. Поймем не я, не ты. Да зато поймут цветы и весенние листва, и зеленая трава. Лучше всех поймет зерно. Прорастать начнет оно». Ну вот, два текста. И теперь я повторю свой вопрос. Какое из этих двух текстов нравится вам больше? Я ведь, наверное, не ошибусь, если точно скажу, что это «Кискина горе». Правда? Все с детства помнят почему-то эти строчки про киску, которую не дают украсть сосиски. И он действительно стал уже текстом, который поколения рассказывают друг другу. Бабушка, внучку и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос. Но почему же «Дождик» не обладает таким завидным потенциалом? Ведь оба текста написал один и тот же человек. Борис Захадер, когда публиковал эти оба произведения, неужели он не понимал, что «Дождик» – это, условно говоря, не такой козырный текст? Хотя, наверное, вряд ли кто-то скажет, что это текст непрофессиональный или плохой, что это произведение Графомана. Совсем нет. Это неплохое произведение. Но все-таки в нем чего-то не хватает. «Кискина горе» обладает куда более завидным эффектом. Я, кстати, это проверял. Я вот этот эксперимент с этими двумя стихотворениями проводил на очень многих детях. Я с несколькими десятками детей разного возраста, от 2 до 11 лет, вот так же говорил, обсуждал эти два произведения. И должен вам сказать, что «Кискина горе» побеждает всегда. У «Дождика» нет просто никаких шансов. Так вот, встает вопрос. Почему Борис Владимирович Захадер вдруг ни с того ни с сего не почувствовал, что один текст лучше другого? Ну, может быть, вы скажете, что пример не совсем корректен. У того же Захадера есть множество других текстов, очень сильных, ну и не таких сильных. Плохие тексты, я думаю, он не печатал. В конце концов, не может же поэт писать одинаково хорошие тексты. Они всегда будут разными по силе воздействия. И, может быть, это только Борис Захадер не чувствует, что тексты разные по своему потенциалу. Ну вот, давайте я приведу другой пример. Тоже из советской литературы. Это пример Корнея Чуковского. В своей книге «От двух до пяти» Чуковский пишет о том, что он всегда очень сильно мучается, когда пишет сказки для детей. Для него каждый раз мука рождать тот или иной текст. Он перебирает десятки вариантов. И вот я хочу просто зачитать достаточно длинный фрагмент, чтобы вы почувствовали, что этот признанный классик детской литературы, произведения которого стали не только бестселлерами, но и признанными шедеврами. Чья фамилия приходит вам в голову, когда при вас говорят детская литература. Конечно, Чуковский, наверное, будет лидером этого списка. Но вот смотрите, тот же самый Корней Иванович Чуковский, когда говорит о том, как он пишет свои произведения для детей, выражает какую-то странную неуверенность. Ну вот, давайте зачитаем, как он написал всем известного доктора Айболита. Слово Чуковскому. 1. И пришла к Айболиту коза. У меня заболели глаза. 2. И пришла к Айболиту лисица. Ой, болит у меня поясница. 3. Прилетела к нему сова. Ой, болит у меня голова. 4. И влетела к нему канарейка. У меня исцарапана шейка. 5. И влетела к нему чечетка. У меня, говорит, чахотка. 6. Прилетела к нему куропатка. У меня, говорит, лихорадка. Седьмое. И приплелся к нему утконос. У меня, говорит, понос. И восьмое, и десятое, и сотое все было в таком же роде. Нельзя сказать, чтобы они никуда не годились. Каждое было аккуратно сработано и, казалось бы, могло благополучно войти в мою сказку. И все же я чувствовал к ним омерзение. Мне было стыдно, что бедная моя голова производит такие пустышки. Механически срифмовать наименование больного с обозначением болезни, которая терзает его, слишком легкий ремесленный труд, доступный любому писаке. А я добивался живого образа, живой интонации и ненавидел банальные строки, которые без всякого участия сердце выводило мое скудное перо. Ну и дальше Чуковский пишет, как он придумал, собственно, те строчки, которые вошли в итоговый вариант сказки, которые все знают. Это именно два двустишия. И пришла к Айболиту лиса, ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос, меня курица клюнула в нос. Но тут опять мне хочется повторить тот же самый вопрос. Ну это же Чуковский. Ну неужели он не понимает, как именно нужно писать детские стихи? Зачем ему нужно так мучиться? Написал бы две строчки и пошел себе дальше. Оба эти примера, они заставляют нас задуматься. Ну что же это такое? Неужели такие, в хорошем смысле, монстры детской литературы, как Борис Захадер и Чуковский, просто не понимают, каким образом нужно писать детские стихи и шире детские произведения, чтобы они гарантированно цепляли аудиторию? Того же Чуковского, у которого огромное количество шедевров и удач на ниве детской литературы, в годы войны появилась сказка «Адолеем Бармалея», которую потом сам Чуковский, да и литературная критика признали неудачной? Ну опять же, почему вдруг ни с того ни с сего вкус изменил великому детскому писателю? Вот это тот вопрос, о котором я хочу сегодня поговорить. Эти два примера, они не единственные, я мог бы их еще умножать и привести еще много похожих примеров, но, пожалуй, этих двух хватит. Все-таки авторитеты Захадера и Чуковского о многом говорят. И вот тут я хочу поставить ключевой вопрос, вот главная загадка, которая в этом видео меня интересует и которую я хочу разгадать, это как именно таким образом написать произведение для детей, для маленьких людей в возрасте от 2 до 11 лет. Именно этот возраст я приму за основу, когда буду говорить о детях. Ну, раньше двух лет говорить очень сложно, там нужно писать специфические тексты. И позже 11 лет там все-таки уже часть детской аудитории становится подростками. Поэтому сосредоточимся вот именно на детском возрасте. Так вот, как же писать тексты для детей так, чтобы они им нравились? Так, чтобы они сразу же попадали в детскую душу и запоминались надолго? Очень важный вопрос. Если ответить на него, то просто будет понятно, каким образом увеличить количество шедевров, или, скажем так, бестселлеров, в хорошем смысле этого слова, на ниве детской литературы. Ну вот, давайте разбираться подробнее. А вообще, с чего я решил, что на этот вопрос в принципе есть положительный ответ? Может быть, ну, творчество есть творчество. И художник пишет, как говорил еще Сократ, по наитию какой-то божественный дух, вдохновение, муза приходит к нему. Не важно, что он пишет для детей. И он просто, ну вот, оставляет на бумаге некие божественные следы. И тут либо повезло, либо не повезло. Ну вот, воспоминания и опыт того же Чуковского говорит, что это не так. Чуковский утверждал, что из всех своих знаменитых детских сказок и стихотворений по наитию, по вдохновению, он написал единственный текст. Это текст Муха-Цыкатуха. Все остальные произведения, и Майдадыр, и Тараканище, и Айболит, и Бармалей, и Путаница, и многие-многие другие, он написал именно вот так, как мы видели. Применяя упорный труд и просто переписывая, подгоняя варианты до тех пор, пока не получилось хорошо. Дело в том, что детская литература – это литература жанровая. А любой жанр, он имеет всегда очень яркие, содержательные, структурные моменты. Ну вот, например, если взять жанр детектива. Любой детектив, я думаю, вы со мной согласитесь, он содержит определенные структурные моменты, связанные с содержанием, я подчеркиваю, а не с формой. В любом детективе есть преступление. В любом детективе есть яркий сыщик. Есть череда расследований, в которой сыщик применяет определенный метод расследования. Ну, это я перечислил основные такие структурные составляющие детектива. А там их еще множество. Специалисты по детективным жанрам, они в данном случае могут меня поправить или дополнить. Но я привел детектив только для сравнения с литературой детской. А вот если я задам вопрос, а каковы же структурные элементы жанра детской литературы? Как ни странно, вот если задать этот вопрос специалистам, я пробовал и задавал, специалисты не всегда ответят внятно. Чаще всего они внятно не отвечают. Знаете, какой самый популярный ответ? Ну, смотря какая детская литература, ведь есть очень много поджанров детской литературы. Есть школьная повесть, есть повесть-сказка, есть короткое лирическое стихотворение, есть сказка о животных и так далее, и так далее, и так далее. Вот они могут очень хорошо и подробно рассказать, какие есть подвиды детской литературы. И каждый подвид, в общем-то, они потом могут описать, разобрать на структурные элементы, что там должно быть, какие там должны быть обязательные узлы, фабулы. А вот что касается детской литературы вообще, вот здесь специалисты, как правило, пасуют и не могут сказать внятно, из каких структурных элементов состоит детская литература. Ну, вот здесь я и решил написать статью, когда осознал, что существует какой-то такой странный пробел, когда все знают, что есть жанр детской литературы. В этом жанре в России написаны великие произведения, очень много хорошей детской литературы у нас есть, но в теории есть определенный пробел. Как именно, из чего состоит детский жанр, какова его, не побоюсь этого слова, живая структура, почему-то на этот вопрос никто ответить не может. И я решил поступить очень просто. Я взял большое количество произведений детской литературы. Прежде всего, это были произведения длинные, эпические произведения, повести, романы, большие рассказы. Ну, то есть что-то такое развернутое. Там, где фабула может быть такой развитой от начала до конца. Я стал смотреть, что же в них повторяется. Какие там есть структурные моменты, на которые стоит обратить внимание. Кстати, хочу заметить, что когда я говорю живая структура, жанра детской литературы, акцент здесь стоит сделать именно на слово «живая». То, о чем я сейчас буду говорить, это не какая-то умозрительная схема, а именно то, на что я натолкнулся, анализируя многие произведения детских писателей, очень многие детские книги. Первое, на что сразу же обращаешь внимание, когда читаешь многие произведения детской литературы, это первый структурный элемент детской фабулы, хорошей детской фабулы, это так называемое нарушение, шалость или преступление. Ну, логично предположить, что если мы говорим о детях, то дети редко бывают послушными, скромными. Психология ребенка, психика ребенка так устроена, что он все время что-то делает, куда-то лезет, что-то нарушает и все время не соответствует каким-то взрослым стандартам и правилам. И, соответственно, всегда любое хорошее детское произведение строится вокруг шалости, как базового, фундаментального элемента жизни ребенка. Любой герой детского произведения, он всегда что-то нарушает. Всегда есть какое-то, ну, говоря взрослым языком, преступление. Что-то ребенок делает не так, как от него ждут. Ну, давайте я приведу примеры. В какие моменты в известных детских произведениях ускоряется действие и возникает главный конфликт? Ну, вот я просто перечислю из разных произведений эти моменты. И вы, думаю, согласитесь со мной, что именно в этот момент действие становится интересным и захватывающим. Именно этот момент, как бы, является спусковым крючком сюжета, ну, или фабулы. Буратино продает азбуку и покупает билет в театр. Незнайка и Пончик тайком залезают в ракету. Дядя Федор сбегает из дома. Том Суэр и Гек Финн ночью идут на кладбище тайком от взрослых. Танечка и Ванечка убегают от родителей в Африку. Ну, я думаю, не стоит упоминать, из каких произведений я привел эти примеры. И вообще я предлагаю не верить мне на слово. Вот просто можете взять сами какое-нибудь детское произведение, которое стало знаменитым, которое вы помните и которое у вас в памяти так же, как Кискина горе Захадера. Ну, брать стихотворение вроде Дождика в данном случае, вы понимаете, не стоит. Это неудачный пример. А вот если произведение зарекомендовало себя для нескольких поколений, то я убежден, что в любом из них всегда будет вот этот элемент шалости. Вот именно он будет самым главным. Что бы мы ни взяли, да, вот все сказки Чуковского, если мы возьмем, Майдадыр, там мальчик не хочет мыть руки, да, он нарушает установку и правила. Федорина горе, Федора там не моет посуду и посуда от нее в итоге убегает. Бармалей, ну, понятно, он ест маленьких детей, да, и вот мы видели, что Танечка и Ванечка, два героя этой сказки, точно так же убегают из дома, тоже совершают своего рода преступления перед родителями. Доктор Эйболит в одиночку пытается сквозь непогоду попасть в Африку, что тоже не совсем хорошо. В Африку пешком не дойдешь. И благодаря этой сказке, возможно, дети это впервые именно осознают. В этом плане есть даже целое произведение, которое строится вокруг шалости целиком. Ну, либо герой-нарушитель, не знаю, тут самый яркий пример, наверное, Незнайка или Том Сойер. Да, это такой персонаж, который вот является принципиальным, казалось бы, таким непоправимым шалуном или там Карлсон, малышей Карлсон. Смотрите, сколько примеров можно привести, потому что как только мы говорим вот о шалости, сразу же все становится живым с точки зрения детской психологии. Детям интересно читать именно про нарушителей. Им неинтересно читать про хороших мальчиков и девочек, которые сидят и ничего не делают, только слушаются взрослых. Такая книжка любого ребенка оставляет равнодушной. Не только книжка, но и, например, если это история в сценарии, то там в киносценарии или в телевизионном сценарии там точно так же должен быть вот этот элемент нарушения, такой, как говорил Сергей Михалков, праздник непослушания. Ну и, конечно, если есть условное преступление, то должно быть и наказание. И вот вторым элементом детской фабулы, живой структуры детского произведения всегда бывает именно наказание, расплата за шалость. Ну, любой ребенок знает, что если он будет шалить, то обязательно придет папа или мама и в конце концов накажет. Наказание, конечно, не будет уж очень суровым, но все равно оно будет очень неприятным. А если это не папа и не мама, и если ты нарушаешь не просто какое-то такое мелкое домашнее правило, а проступок серьезный, например, ты ушел из дома или бросил в кого-то камень, то последствия могут быть очень серьезными. Помните, как рассуждала Алиса в «Алисе в стране чудес»? Алиса уже знала, что если быстро осушить склянку с пометкой «Яд», то рано или поздно почувствуешь недомогание. Вот в данном случае вот это вот именно недомогание, расплата, наказание, последствия шалости в этом смысле всегда является очень таким мощным элементом и структурным элементом фабул. Ну, давайте я приведу примеры, примеры те же самые, да, из тех же произведений, которые я уже только что назвал. Всегда шалость приводит к последствиям, к неприятным последствиям. Когда Тон Сойер и Гек Финн пошли ночью на кладбище, они вдруг стали свидетелями убийства, когда индейец Джо убил Мефа Поттера, и после этого на протяжении всей повести, всего дальнейшего повествования, они боятся встретиться с индейцем Джо, и шутливое, игривое повествование вдруг резко становится серьезной криминальной историей, и именно это обеспечивает то, что внимание ребенка удерживается на страницах книги, ему становится интересно это читать. Когда Буратино продал азбуку и попал в театр, он, мало того, что он попал в театр, он еще, как вы помните, вышел на сцену, тут же он оказался у Карабаса-Барабаса, его чуть было не отправили в костер, и это тоже такая угроза наказания, которая пришла следом за тем, как он не пошел в школу и не послушался папу Карла. Ну, я привел только два примера, но я думаю, каждый из вас может продолжить эту линию. Ярче всего и прежде всего, наверное, эта фабула была обозначена в коньке-горбунке Петра Иршова, когда, помните, Иван вначале находит пирожар птицы, а конек-горбунок ему говорит, много-много непокою принесет оно с собой. Ну, и потом действительно получается так, что именно любопытство Ивана, именно его такое желание обладать интересным, ярким пером жар-птицы, сказочным пером, приводит его к тому, что ему приходится пережить ряд приключений, ряд испытаний, которые очень сложно, вообще говоря, пережить. И точно так же, как некоторые персонажи обладают такими имманентными чертами шалунов, бывают такие же персонажи, условно говоря, их можно назвать персонажами, которые наказывают. Вот обычно это такие родители строгие. Помните в рассказах Зощенко про Лелю и Миньку? Там есть такой строгий папа, который все время выходит и говорит, «И в следующий раз, когда вы решите кушать мороженое, подумайте, заслужили ли вы это лакомство». В Мойдадыре, конечно, такой персонаж, их там несколько, да, вот таких персонажей, угрожающих главному герою, да. Это, конечно, Мойдадыр. Когда я был маленьким, я думаю, это чувство со мной разделит многие, когда мы слушали вот эту знаменитую речь Мойдадыра, когда он вышел из маминой спальни, да, ну, лично у меня мурашки бежали по коже. А ведь там, помните, там есть еще и мочалка, которая бежит за главным героем, и там есть крокодил, который вроде бы сначала его избавляет от мочалки, да, а потом точно так же говорит гневную Филиппику, когда узнает, что мальчик-герой Мойдадыра не умывается. И в этом смысле, да, когда вокруг тебя вот такие персонажи, ну, условно говоря, менторы, да, которые хотят тебя наказать, это действительно для ребенка становится очень страшно. Но вот если бы здесь завершалась детская фабула, то ничего бы не происходило, катарсис бы не наступал. И, конечно же, следом за наказанием всегда следует третий элемент. В хорошем детском произведении этот элемент, ну, условно говоря, который можно назвать раскаянием, умилением или таким изменением ума, что ли. Когда тот, кто нашалил, он благодаря либо наказанию, либо угрозе наказания, понимает, что он поступил неправильно. Когда он вдруг берется за ум резко. Персонажа всегда становится жалко. Вот всегда наступает такая некая пауза, когда маленький читатель, да чего греха таить, взрослый читатель, он как-то ассоциирует себя с человеком, который, ну, вот совершил нарушение, да, или шалость, и вот к нему пришло наказание или возмездие. И читателю становится жалко героя, и через него жалко себя. И вот когда герой произведения говорит, я больше так не буду, да, в этот момент происходит какое-то, ну, вот соотнесение, да, внутренних сил, внутреннего настроя читателя и внутреннего настроя героя. Вот я приведу просто, только один, пожалуй, пример, чтобы не затягивать и не тратить ваше время. Это знаменитое покаяние Федоры из Федориного горя Чуковского. Помните, там от нее сбегает посуда? Конечно, помните. И посуда уже сама раскаивается, что сбежала, да, то есть они остановились в лесу и переживают, потому что они не знают, а куда теперь идти, да, вот они сбежали от Федоры, и что теперь делать дальше? Но здесь происходит следующее, да, вот мне очень многие взрослые люди до сих пор говорят, когда я читаю им эти строки, или они их сами читают, они говорят, что прямо вот у них перехватывает дыхание, потому что они с детства не могут забыть, как они переживали вот этот вот момент, да, когда Федора осознает, что она не права. Давайте послушаем. И видит, за ними из темного бора Идет, ковыляет Федора, Но чудо случилось с ней, Стало Федора добрей, Тихо за ними идет И тихую песню поет. Ой, вы, бедные сиротки мои, Утюги и сковородки мои, Вы, падите-ка, немытая, домой, Я водою вас умою ключевой, Я почищу вас песочком, Окачу вас кипяточком, И вы будете опять, словно солнышко сиять, А поганых тараканов я повыведу, Про соков и пауков я повымету, И сказала скалка, Мне Федору жалко, И сказала чашка, Ах она, бедняжка, И сказали блюдца, Надо бы вернуться, И сказали утюги, Мы, Федоре, не враги. То есть, понимаете, До этого посуда Говорила совсем другие вещи, Они только и говорили о том, Как бы убежать от Федоры, Которая неряха-замараха, А с этого момента Вдруг им становится ее жалко, Они понимают, Что погорячились. И вот что-то подобное, С той или иной степенью, Жалости, раскаяния, Переживание за героя Всегда должно возникать В детском произведении. Если нету вот такого вот Погружения в слезу, Условно говоря, То тогда детская история, Она, как правило, Не складывается. Ну и последний структурный элемент, О котором здесь нужно сказать, Это так называемый Пир на весь мир. Последний, четвертый структурный элемент, Это праздник. Всегда в конце любого Большого детского произведения Должен быть, Ну, что называется, Пир на весь мир. Вспомните, В конце Айболита Все звери бегут и пляшут. В конце Бармалея Бармалей тоже пускается в пляс. В конце Мухи-Цикатухи Все насекомые, Когда все заканчивается хорошо, Ну там все просто заканчивается свадьбой. В конце Тома Сойера Герои просто нашли Буквально по мешку денег И оказались самыми богатыми Вообще людьми В том небольшом городке американском, В котором происходит повествование. В конце Там Незнайки Точно так же, да, Незнайка прощен. Я имею ввиду первую повесть О Незнайке, конечно. И они дружно Отправляются, значит, Да, к себе домой В цветочный город, В котором Ну, все заканчивается Очень хорошо И, опять же, весело. То есть, вот этот самый Праздник, да, Рады, 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 Светлые березы, На них от радости Вырастают розы. Это концовка Как раз неудачной сказки Чуковского Адолеем Бармалея, да, Которая единственная Ему понравилась И он ее стал публиковать Как отдельное произведение. Вот это именно то, Что всегда Примеряет ребенка С действительностью, да, То есть, вот он сначала Нашалил, Потом поплатился За эту шалость, Потом раскаялся И поменял свое сознание, Переставил приоритеты, Признал, что правила нужны И за это он получил Как раз награду Праздник, сладости в конце, Там шоу Это всегда то, Что мы называем Вот именно Финальный элемент Структурной фабуры. Ну, и подводя Предварительные итоги, Могу сказать, что Вот на самом деле Если детский автор, Детский писатель Хочет написать Произведение, Которое Станет Вот таким Бестселлером, да, Бестселлером В смысле Легко Зайдет В детское сознание, В детскую душу, В детское сердце, То Он не должен забывать Вот именно Об этой Изначальной Жанровой структуре. Если у вас есть Опыт написания Детского произведения, Задайте себе вопрос, А в какой момент Герой совершает Шалость? А кто ему После этого Угрожает Наказанием? А в какой момент Героя становится Жалко И он говорит Я больше не буду? А в какой момент Возникает Праздник? Вот Проверьте просто Собственное Произведение На наличие Вот этих Вот самых Структурных Элементов. Я вас уверяю Что Если вы Впишите Свою историю Выстроите Вокруг Вот этих Вот самых Четырех Моментов Четырех Структурных Винтов Если так Можно сказать Костей Этого скелета Который мы Называем Детская Литература То Во многом Ваше детское Произведение Станет Четким Ярким И самое главное Запоминающимся Ну вот Те примеры Которые я привел Да В самом начале Первый пример Это про Кискина горе Про киску У которой Украли сосиски Да Смотрите Короткое стихотворение А что в нем происходит Плачет киска в коридоре У нее большое горе Мы видим Вроде бы Это раскаяние Ее жалко Да Она плачет Сразу же Маленький ребенок Он настораживается Что у нее произошло Что случилось А потом Автор Говорит нам Что на самом деле Оказывается Это наказание Потому что Она совершила шалость И украла сосиски Но мы видим Что это коротенькое Стихотворение Содержит в себе Сразу три элемента Из четырех Поэтому конечно Это стихотворение Сразу же Запоминается А в стихотворении Дождик Там никто Ничего не нарушает Там никто Никого не наказывает Там не происходит Никакого раскаяния Никто никого не жалеет И даже праздника В общем-то Никакого нет Именно поэтому Несмотря на то Что оно Может считаться Таким очень хорошим Гладким Стихотворением На русском языке Но к сожалению Должен сказать Что ребенка Оно как раз И оставляет Равнодушным Ну если мы вспомним Теперь Те самые Грустишие Из Чуковского И пришла Кайболиту Лиса Ой Меня укусила Оса И пришел Кайболиту Барбос Меня курица Клюнула в нос Мы увидим Что в них Есть вот этот Самый элемент Наказания И жалости И именно Поэтому Именно эти Строчки Так отличаются От тех Вариантов Которые Перечислял В свое Время Чуковский Чем бы я хотел Завершить Чтобы долго Не растекаться Мыслью По древу Тем что Нужно уточнить Что вот Если вы пишете Длинное произведение Эпическое произведение Для детей Повесть Или большой рассказ То конечно В нем должны быть Вот все четыре Структурных элемента Детского жанра Но Мы видели На примере Кискиного горя Или Вот этих фрагментов Из Корнея Чуковского Что Совершенно Не обязательно Чтобы все четыре Элемента Были в коротких Детских стихотворениях Вот если вы возьмете Ну какие-нибудь Короткие Стишки Или потешки Для детей Которые детям Очень нравятся То скорее всего Вы увидите Что в них Всегда присутствует Ну один Или два Редко три Вот таких Структурных элементов Да Ну помните Например Знаменитое Стихотворение Данила Хармса Удивительная кошка Помните Несчастная кошка Порезала лапу Сидит И ни шагу Не может ступить Скорей Чтобы вылечить Кошкину лапу Воздушные шарики Надо купить И тотчас Столпился народ У дороги Стоит и молчит И на кошку Глядит А кошка Отчасти идет По дороге Отчасти по воздуху Плавно летит Ну вот смотрите Все помнят Конечно Этот текст Что здесь происходит Да Вначале Несчастная кошка Праздничная атмосфера С одной стороны Праздник от того Что кошке не больно Что мы ей помогли А с другой стороны Ну это забавно Когда воздушные шарики Да Несут Задние лапы кошки Ну и очень многие Подобного рода Короткие тексты Лирические произведения Давайте Скажем так Лирические произведения Для детей Они содержат в себе Ну не четыре А Один Два Иногда три Вот таких вот Структурных элементов В любом случае Жанровая структура Которая мы только что Так подробно рассказали Является тем фактором Который очень серьезно влияет На то Насколько Детская книжка Становится привлекательной Для маленького читателя Ну вот пожалуй Все что мне хотелось бы Сегодня рассказать Задавайте ваши вопросы Внизу Под этим видео Я очень надеюсь Что вопросы у вас появятся Конечно Я прошу вас Поставить лайк И не забыть подписаться На Ютуб канал Журнал Урал Возможно Встретимся еще Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok